Так, уважаемые коллеги, всем добрый день. Северокостанск, область, пожалуйста, подпишите СКО. Северокостанск, область, слышите меня? Да-да, все слышно, сейчас сделаем. Подпишите вначале СКО, хорошо. Спасибо. Ну что ж, добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать на сегодняшнем нашем первом вебинаре, который посвящен такой теме, как организация и проведение общенационально-культурно-образовательного проекта Центр педагогической поддержки родителей, который направлен на усиление работы по взаимодействию семьи и школы в обучении, воспитании и развитии детей. Как вы все знаете, текущий учебный год, 23-24 год, мы все начинаем с нововведения, с нового проекта, когда мы будем помогать родителям понимать своих детей. И в связи с этим у нас запускается серия вебинаров с 12 сентября по 5 декабря. Вебинары будут проходить каждую среду и пятницу после обеда. На них мы будем рассматривать вопросы по организации, по нормативно-правовой базе, вообще по содержанию всех этих занятий и встреч с родителями. Сегодня я вас рада приветствовать на первом нашем вебинаре. Меня зовут Назира Успамбек. Я являюсь старшим научным сотрудником Национального института гармоничного развития человека. Следующее слово о том, что это такое, зачем нужен этот проект, и вообще рассказать, дать общую информацию о проекте Центра педагогической поддержки родителей, я хочу предоставить Сакеновой Елене Николаевне, первому вице-президенту Национального института гармоничного развития человека. Елена Николаевна. Все. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада видеть вас сегодня в эфире. Сегодня в семинаре принимают участие методисты, которые когда-то очень тесно сотрудничали с нашим институтом при реализации программы нравственно-духовного образования. И понятно, что здесь присутствует самый сильный педагогический состав областей и регионов, которые очень хорошо знают систему образования и, наверное, прошли от всех ступеней становления педагогического мастерства своего, то есть это и учителя, и заучи по воспитательной работе, и классные руководители. Мы и на сегодняшний день, это методисты, наверное, заучи подключаются. Поэтому беседа будет не такой сложной, поскольку все болевые точки, все моменты школы в учебно-воспитательном процессе мы знаем. И, понятно, целостный педагогический процесс, когда в нем есть учителя, педагоги, родители. И, наверное, сегодня каждый согласится со мной, с нами, что наиболее такое сложное, важное звено, вот там, где западает, это как раз работа с родителями. Почему работа с родителями? Потому что мы не можем установить коммуникации и контакт с родителями. Родители, в свою очередь, не могут установить контакт, коммуникации со своими детьми, не могут наладить взаимоотношения. И, скорее всего, это не в силу того, что как-то взрослый человек родителей не так относится к своему ребенку, а, скорее всего, это в силу того, что родители, имеющие специальность, не связаны с педагогикой и с педагогическим профилем, недостаточно обладают компетенциями именно в педагогических вопросах, в педагогическом просвещении. Наверное, им сегодня просто не хватает знаний, а, может быть, и опыта общения с детьми и каких-то необходимых базовых педагогических и психологических навыков. Поэтому, учитывая все это, учитывая опыт работы с родителями, мы пришли к такому выводу, что сегодня, естественно, нужно оказывать родителям педагогическую поддержку. Нашим институтом, нашими сотрудниками, научными учеными разработана программа обучения, которая состоит из 24 занятий. Мы разбили нашу программу по уровням обучения детей, то есть начальная школа, среднее звено и старшее звено. И вот все эти 24 занятия, они разработаны с учетом возрастных, физиологических и психологических особенностей наших детей. Занятия мы предлагаем проводить два раза в месяц. Один раз в режиме офлайд, это на базе школы по отдельно выстроенному расписанию, по категориям участников родителей вот этого обучения. И один раз дистанционно, это на базе нашего сайта. Организациям образования разрешается корректировать содержание программ занятий, ну, 20-30%, с учетом того, насколько сегодня занятия соответствуют запросам родителей. Это, возможно, зависит от школы, от региона, от того, городская школа, сельская, какой контингент родителей, вообще с какими проблемами в учебно-воспитательном процессе, в особенно воспитательном процессе, сталкивается сегодня школа. Может быть, в одной школе это больше правонарушений, в другой школе, может быть, там, не знаю, есть, ну, не будем громко говорить, но все-таки факт есть факт, есть буллинг. Может быть, в третьей школе, наоборот, какая-то школа сильна национальными традициями, сегодня там уже работает школа бабушек, дедушек, и нужно пересмотреть занятия так, чтобы усилить их с учетом специфики школы, с учетом запроса родителей, что очень и очень важно на сегодняшний день. Поэтому те занятия, которые мы вам предлагаем, вы поднимите, пожалуйста, 24 занятия, да, слайд, предлагаю, вы можете корректировать. Вот перед вами эти занятия. Более того, мы в чат скинули методическое руководство, руководство по организации этих занятий, где полностью приложили разработки этих занятий от начала до завершения, до обратной связи с родителями, вы можете воспользоваться уже готовыми на работу. Как нужно на сегодняшний день организовать работу центра, а ее нужно уже организовать и запускать? Следующий слайд, пожалуйста. Первое, что мы должны сделать? То есть, что должен сделать директор школы? Издать приказ об организации центра педагогической поддержки. Второе, можно обязательно создать творческую группу из числа педагогов. Конечно, мы не можем сказать, это должен вот такой, 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 такой быть педагог. Вы сами должны подойти. Кто может сегодня читать эти занятия? У кого позволяет уровень? У кого есть контакт с родителями? Бывают такие учителя, которые уже целое поколение родителей, их даже самих родителей учили. И, естественно, у них очень высокий авторитет, очень большой опыт работы с родителями. Более того, у них очень сильные психологические знания в аспектах работы с родителями. Поэтому, значит, мы рекомендуем руководителя и ответственным за вот этот центр педагогической поддержки, заместителя директора по воспитательной работе. Следующий шаг. Утвердить расписание занятий, закрепить кабинеты. Конечно, кабинеты должны быть оборудованы, потому что все это будет, все занятия будут проходить в интерактивном формате, через кейсы, через практикоориентированные виды деятельности. Конечно, там должны быть и видеоресурсы, чтобы можно было запускать ролики, включать музыку, показывать слайды и так далее. Следующий шаг. Провести, мы советуем, рекомендуем провести общешкольное родительское собрание с активом родительской общественности, где можно будет рассказать, какова же все-таки цель создания центра целей и задачи. Понимаете, коллеги, мы же признаем тот факт, что сегодня не все положительное, что мы хотим донести родителям, ими воспринимается. Они могут сказать, ну вот, наверное, какая-то опять загруженность, может быть, время им нужно будет тратить. Но насколько хорошо школа организует сегодня эти занятия, как качественно оно преподнесет этот материал родителям, будет зависеть отношение родителей к этим занятиям. Вообще, мне кажется, мы уверены, что если правильно организовать, правильно подобрать контент, наладить вот этот контакт с родителями, дать им необходимые знания и конкретные механизмы, что вот у меня есть проблема с ребенком, ну, например, он там бесконечно в интернете, то мы даем конкретные рекомендации, механизмы, как родителям вот эту пагубную привычку, скажем так, убрать, да, и как помочь своему ребенку справиться с этой привычкой. Следующим мы просим и рекомендуем организовать работу по продвижению в СМИ, в социальных сетях, по деятельности центра. От того, насколько правильно мы будем это позиционировать, показывать, ну, и зависит успех вот этого центра педагогической поддержки. Следующий слайд. Что сделано нашим коллективом и как дальше мы хотим продолжить работу по подготовке людей, которые, то есть рабочей группы, которые будут организованы у вас в школе. С 21 августа мы начали курсы повышения квалификации для педагогов с контингентом, с качественным составом, заместителей директоров по воспитанию, работе педагоги и психологи, социальной педагоги, педагоги начального, среднего, старшего звена. И курсы организованы в три потока. На сегодняшний день, то есть к 29 сентября, курсами у нас будет охвачено свыше 10 тысяч человек. Вот те сотрудники школ, которые прошли курсы повышения квалификации, мы просим сейчас привлечь методистов к работе, чтобы они могли поделиться опытом работы этого центра поддержки, например, на базе школ своего района или на базе школ своего региона, чтобы сегодня те, кто не успел еще пройти курсы, могли от учителей, которые прошли курсы, получить обратную связь, получить какие-то рекомендации, ответить на их вопросы, потому что, в принципе, контент курса воспринимается очень хорошо, он понимаем, он легко усваиваемый, и он достаточно прост, конкретен и корректен. Что будет, как мы дальше, подальше, следующий слайд. Наш институт полностью берет на себя научно-методическое сопровождение, научно-методическую поддержку этого проекта. С сентября месяца, то есть вот вчера, сегодня, мы начинаем курс вебинаров, семинаров, мастер-классов, конференции по работе и продвижению, позиционированию, и чтобы хорошо-хорошо этот центр работал на местах качественно, мы начинаем вот такую поддержку. Мы запланировали 44 вебинара, 5 семинаров, 5 мастер-классов и одну конференцию для педагогов. Поэтому будьте с нами, пожалуйста, на связи. У нас мы закрепили куратором за каждой областью, за каждым регионом, выходите на контакты, задавайте вопросы. Если нужны какие-то сверх вот этого запланированного семинара, вебинара и конференции, мы готовы оказать всяческую ежедневную, еженедельную помощь и поддержку. Ну и еще на чем я хотела бы остановиться, вот если вы сейчас слышали, то мы говорили, что второе занятие будет онлайн. Поэтому в дальнейшем мы планируем запустить целую платформу по Центру педагогической поддержки. Но на сегодняшний день из тех ресурсов, которые у нас есть, мы смогли сделать вот что следующее, и вы уже на следующей неделе можете этим воспользоваться. На нашем сайте, следующий слайд, пожалуйста, на первой странице будет Центр педагогической поддержки родителей, где по категориям родителей, учащихся по уровню образования начальной и средней и старшей звено, плюс Доналытник тебе, будут загружены видео, небольшие лекции, видеоматериал, которым вы можете передать родителям, которые в любое удобное для них время могут посмотреть любую видеолекцию, скажем, она небольшая, там примерно 10 минут, где родитель может посмотреть тот материал, который в формате оффлайн будет даваться в школах. Ну и сейчас я хотела бы, также на этом сайте будут загружены авторские видеоролики на актуальные темы воспитания детей, практические советы специалистов, экспертов и другие формы оказания педагогической поддержки. Сейчас мы покажем вам небольшой ролик, и вы поймете, как можно будет пользоваться этим сайтом, чтобы получить помощь для работы Центра Медагогической поддержки родителям. Атаналарды педагогикалық қолдау орталыға. Атаналарды педагогикалық қолдау орталығы Атаналарды педагогикалық қосымша параға әзірледі. Сайтқа күрі үшін өркен институты кезет сілтемесі бойынша өту керек. Онда сайттың басты параға, және атаналарды педагогикалық қолдау орталығы қосымша параға ашылады. Сайтта қажетті ақпаратты тест табу үшін қосымша парақтарға жас санаттарымен тәқырыптарға бөлінген. Әрбір сайтты пайдаланушы қажетті санатпен материалдарды ұқтандай қады. Әр санат бойынша сабақтар жүктеліп, сабақ жоспарлары, чек парақтар, презентациялар, сондаяқ қосымша бейіне материалдар ұсынылған. Сонымен қатар сайтта даналық мектебі, пайдалы материалдар және үш жаралар анонстары сияқты қосымша парақтар бар. Пайдалы материалдар қосымша парағында оқушыларға арналған қауіпсіз мінез қылық ережелер атты 80-ге жоқ бейнер ролик, біл естесақта орында мұсқаулықтар кітабы ұсынылған. Бұл материалдар атаналарға да мұғалымдерге де пайдалы. Аталған сайт 2023 жылдың 14-ші қырғығынен бастап жұмыс дейді. Да, уважаемые коллеги, у меня все. Если будут вопросы, предлагаю в формате, после того, как мы закончим нашу презентацию выступления, задать вопросы, которые у вас есть. Спасибо. Спасибо большое, Елена Николаевна. Мы продолжаем о том, какие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность педагогов Организации образования, осуществляющих психолого-педагогическое просвещение родителей, и о том, что семья, как единое правовое пространство всех ее членов, данным ценным материалом и информацией прошу поделиться Корабутову Анжелику Александровну, начальника отдела образовательных программ Национального института гармоничного развития человека. Анжелика Александровна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада вас видеть всех. Единственное, я попрошу организаторов включить демонстрацию экрана. Я не могу подключить. Елена Николаевна вам сейчас рассказала о том, какой проект у нас стартовал. Сразу забегая вперед, пока сейчас мне дадут возможность подключить свою презентацию, хочу сказать, что для того, уже прозвучало, да, Елена Николаевна, что для того, чтобы этот проект заработал, для того, чтобы он был реализован в школах, мы должны обучить педагогов. сотрудниками института был разработан курс повышения квалификации, о котором уже тоже было сказано. Я немножечко расскажу о том, на что направлен этот курс и что он раскрывает. То есть содержание, о котором я буду говорить, рассматривается в том числе и в курсе повышения квалификации. Так, мне разрешили демонстрацию экрана? Нет? Так. Ага, разрешили. Так, ну что, свое выступление хочу начать со слов казахского поэта и писателя Маржака Подулатова, который говорит о том, что ребенку нужны условия, для развития. Но, будучи с рождения способным, но без надлежащего обучения и воспитания, ребенок никогда не достигнет цели. Вот. Здесь хочу обратить ваше внимание на то, что насколько наши родители готовы к созданию цели, насколько наши семьи умеют создавать такие благоприятные условия для развития ребенка и так далее. Вот. Как раз таки статистика показывает, ну, несколько иные результаты, вы сейчас видите на слайде, да, что, значит, ну, показатели говорят о том, что институт семьи и в нашей стране, в том числе, изживает себя, да, что потеряны эмоциональные, эмоциональные близости в семье, что родители сейчас чаще всего вынуждены тратить время на зарабатывание денег, тем самым ущемляя вниманием своих детей, вот, и игнорируя, возможно, даже их потребности, да, в близости. Вот. В связи с этим мы часто, все чаще стали говорить об социальном сиротстве. Кроме того, происходит потеря все-таки национальных традиций воспитания. Все чаще мы слышим и видим по статистике, да, что все больше и чаще появляются семьи с асоциальным поведением, что отмечается такой факт, как девиантное родительство и так далее. И какой же выход? Выход в том, чтобы разработать систему психолого-педагогического просвещения родителей. Об этом сейчас подробно вам рассказала Елена Николаевна. Но я остановлюсь на том, что для того, чтобы этот проект заработал, сейчас вот идут курсы, да, повышение квалификации. Курс называется «Научно-методические основы психолого-педагогического просвещения родителей». Цель его – это развитие профессиональных компетенций и педагогов по реализации Центра педагогической поддержки. Я не буду подробно останавливаться, просто хочу ввести вас в курс дела, что курс состоит из пяти модулей, где каждый модуль выполняет свою определенную роль, отвечая на вопросы. И вот сегодня мы с вами поговорим, ну, так скажем, вводный модуль, да. Прежде всего, моя задача – ответить на вопрос, зачем нужна поддержка родителям, и что использовать в работе, реализуя поддержку родителей, педагогическую поддержку родителей. Так, ну и прежде всего, вы тут видите, да, ниже на слайде, что здесь начинается с нормативно-правовых актов. Сразу хочу обратить ваше внимание, что земля кочевников и народ кочевников всегда особенно трепетно относился к младшему поколению, детям. Вот, из доисторических времен пытались как-то народы узаконить ответственность детей, ответственность родителей за воспитание детей и так далее. И вот я хочу показать вам выдержку из одного исторического документа, из одного исторического документа, который называется «Кодекс чести тюрков», где вы можете изучить его, обратить внимание на то, что, значит, здесь высокие требования предъявлялись к любому человеку, который является гражданином своего Отечества. Соответственно, эти люди были, являлись родителями, да, то есть для того, чтобы воспитать достойное поколение, нужно прежде всего самому быть достойным своего Отечества. А значит, постоянно работать над своим совершенствованием, то есть и на физическом, и на духовном уровне. Кроме того, этот «Кодекс чести» говорит о том, что святая обязанность каждого человека – это заботиться о своем потомстве и воспитывать в детях силу духа. Но это исторический документ. На современном этапе наше государство тоже очень много работает над вопросами защиты, интересов детей, их прав. И следующий слайд как раз-таки покажет, что сколько нормативных документов у нас разработано, которые, так скажем, используются в системе работе по защите прав и интересов детей. Обратите внимание, разработано 9 кодексов, в которых поднимаются вопросы, в которых есть статьи, направленные на защиту прав и интересов детей. 9 кодексов. Далее. Перечень вы здесь видите, я не буду на них более подробно останавливаться. Вот. Далее. Обратите внимание, 14 законов. То есть на законодательном уровне государство как раз-таки реализует правовое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение прав и интересов детей. 14 законов. Здесь, естественно, не все законы, а лишь только основные. Далее. Посмотрите. 15 международных документов, ратифицированных в нашей стране. Далеко не каждая страна имеет такой перечень международных документов, которые бы защищали права, интересы детей, обеспечивали их безопасность. Далее. Более 200 постановлений правительства Республики Казахстан. посвящены этой теме. И разработано более 700 приказов. Обратите внимание, насколько нормативно-правовая основа защиты прав детей развита в нашем государстве. И научиться использовать их в работе, в просвещении родителей, это наша с вами задача. Конечно, в рамках сегодняшней нашей встречи я не могу осветить все, но мы остановимся на более основных, точечно остановимся на некоторых нормативно-правовых актах. И начнем, конечно, с указа президента Республики Казахстан, который с изменениями был утвержден в апреле месяце 23-го года. То есть об утверждении концепции семейной и гендерной политики в нашей стране. Обратите внимание, что президент поднимает вопросы о, первое, укреплении института семьи и традиционных ценностей, которые, в свою очередь, являются идеологической основой государственной семейной политики. Кроме того, он говорит о том, что государственная семейная политика будет направлена на преемственность поколений, которые на сегодняшний день, к сожалению, страдают, прервана преемственность, на сохранение культурного кода нации. Но при одном условии, при гармоничном взаимодействии с всех членов семьи и, конечно, недопущении дискриминации и насилия над детьми и над семьей. Дальше он говорит, что такая политика будет способствовать росту функциональных семей, в которых все члены несут взаимную ответственность друг за друга, где уважаются индивидуальные особенности каждого члена семьи и осуществляется взаимная поддержка и помощь. И вот он говорит, что при росте функциональных семей произойдет ориентация на формирование у казахстанцев осознанного подхода к родительству и установки на вовлеченное отцовство, что в свою очередь будет способствовать укреплению детско-родительских эмоциональных связей, усилению роли родителей, в том числе отца, воспитанию семьи и снижению монородительских семей. Далее, следующий документ, на котором хочется остановиться, то есть конвенция о правах ребенка. Это один из первых документов в перечне международных правовых актов, которые ратифицированы у нас в Казахстане. Ратифицированы этот документ еще в 1994 году. И его принципы, его нормы вошли во многие документы нашей страны. Я не буду более подробно останавливаться. Думаю, почти вся педагогическая общественность с ним знакома. Но ссылаться на нее, использовать ее какие-то нормы, мы можем в работе с родителями. Дальше. Индекс благополучия, который был внедрен, принят и внедрен в 2022 году. Индекс благополучия разработан, конечно же, для оценки уровня детского благополучия и для выявления степени эффективности национальной политики, которая направлена на создание условий для детей в безопасных, благоприятных условиях в различных сферах. Внедрение данного индекса, конечно же, позволит что? Позволит своевременно выявлять те факторы, которые сдерживают эффективность реализации в разных сферах тех мер, которые способствуют безопасности, обеспечению безопасности, которые повышают индекс благополучия, благоприятных мер для гармоничного развития человека. Сам индекс состоит из четырех направлений, вы здесь их видите. Хочу обратить ваше внимание, что каждому направлению соответствует 14 индикаторов, 14 показателей благополучия по данному направлению. Более подробно вы можете изучить, раскрыв этот документ. Дальше. Конечно же, мы не можем обойти кодекс нашей страны о браке и семье, который тоже принят совсем недавно, в 23 году, в июле 23 года. Хочу сразу обратить внимание, что в этом кодексе есть статьи, которые обращают внимание на права ребенка, а также на права, обязанности и ответственность родителей. И вот вы здесь видите, глава 10, статья 60, она говорит о том, что ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, получать от них заботу, вот право с ними совместно проживать и так далее. И кроме того, ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Вот как раз таки целая глава посвящена правам ребенка в данном кодексе. Далее, в этом же кодексе, как я уже сказала, описываются права и обязанности родителей. И вот вы здесь видите, что родители обязаны заботиться о здоровье своего ребенка, обязаны воспитывать своего ребенка, несут ответственность за обеспечение необходимых условий для жизни, для его развития. Дальше, они должны обеспечить получение образования, среднего образования, и помнить о том, что все вопросы, которые касаются воспитания и образования ребенка, решаются по взаимному согласию между родителями, исходя из интересов ребенка с учетом его мнения. Кроме того, в этом кодексе предусматривается еще такая обязанность родителей, как выступать в защиту прав и интересов детей, как законный законный представитель ребенка. Далее, следующий нормативно-правовой акт это закон об образовании, где тоже еще раз подчеркивается права и обязанности родителей. То есть смотрите, родители имеют право участвовать в работе органов управления организациями образования через родительский комитет, получать информацию от организации образования о успеваемости, поведении, условия учебы своих детей, а также получать консультативную помощь по проблемам обучения и воспитания. Дальше, родители обязаны, в законе говорится, создавать детям условия, прежде всего, безопасные условия для жизни и учебы и обеспечивать их развитие и нравственное становление. Так, далее, далее, если, допустим, закон о браке и семье прежде всего был ориентирован и закон об образовании на права и обязанности родителей, то закон о правах ребенка в Республике Казахстан говорит о том, насколько и как государство обеспечивает личную, личностную неприкосновенность, безопасность ребенка, защиту его от всех видов насилия, жестокого и грубого обращения и так далее. Дальше, закон Республики Казахстан о статусе педагога. Здесь обращается внимание, что педагог тоже обязан уважать и честь достоинства детей, обучающихся, воспитывать тоже их, прежде всего, законопослушными, создавать такие условия, чтобы дети знали семейные ценности, помнили о культурных ценностях, о государственной символике и так далее. И в том числе в обязанность педагога входит консультировать родителей или их законных представителей по вопросам обучения, воспитания детей, обучающихся и воспитания. Вот на это обратите особое внимание, что на самом деле мы не просто должны, мы обязаны это делать, то есть осуществлять поддержку родителям. Далее, хочу обратить внимание тоже на новые внесения изменений в закон о защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и развитию. Он тоже с изменениями был принят совсем недавно, в апреле 23 года. И в этом законе определяются требования к информации, которые, так скажем, требования распределены по возрастам детей, с учетом их возрастных особенностей. Так, например, для детей 6 лет информация не должна содержать описание, изображение несчастных случаев, аварий, катастроф. Почему? Потому что это чаще всего вызывает у детей страх, панику, а также информацию, которая унижает человеческую достоинство. С 12 лет информационная продукция, которая поступает в руки детей, тоже не должна содержать изображение несчастных случаев, но, кроме того, насильственное изображение насильственной смерти без описания, да, вот, и изображение их последствий, которые тоже вызывают у детей испуг. Вот, с 14 лет информация не должна содержать эпизодические описания или изображения наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной продукции, никотиносодержащей продукции, кроме того, не должны содержать описание или изображение смерти человека вследствие применения силы на пути защиты прав человека и законных интересов. А с 16 лет продукция не должна содержать описание или сюжеты суицида, убийства человека, которые, ну, чаще всего вызывают сострадание к жертве, да, вот, не должны содержать, ой, теряла слово, не должны содержать сюжеты сексуальных отношений людей и так далее. Вот такие требования предъявляются к информации, которую чаще всего черпают подрастающие поколения из мировой паутины сети интернет, и об этом должны знать родители, то есть это такой один из важных документов, который нужен на сегодняшний день в период информатизации, в век информатизации, это входит, ну, знания, эти знания входят, наверное, в медиакомпетенцию как родителей, так и педагогов. Вот, ну, и, конечно, я не могу обойти без внимания, значит, приказ министра об утверждении типовых правил попечительского совета, да, во-первых, попечительский совет также входит родители, кроме того, сам попечительский совет обладает, ну, массой, так скажем, функций, которые могут регулировать и влиять на, во-первых, на защиту и соблюдение прав и свобод, как детей, так и родителей, да, они могут содействовать в охране их прав, обеспечении безопасности обучающихся и защите от различных форм насилия и дискриминации. И, в том числе, попечительский совет является помощником педагогическому коллективу, потому что он содействует в осуществлении работы с семьями обучающихся. Поэтому при реализации центра можно на основе данного приказа привлекать к работе центра, в том числе, и членов попечительского совета. Если ко мне возникнут вопросы, буду рада ответить, потому что на данный момент свой обзор я завершила. Коллеги? Спасибо большое, Анжелика Александровна, за такой подробный экскурс под акцентом. Коллеги, новый проект направленный на защиту прав детей, на то, чтобы укрепить семейный институт в нашей стране. То есть большая работа ожидает, очень активная работа с родителями. Почему? Зачем? Потому что дети это наше будущее, наше будущее общество, и мы сейчас уже должны понимать, что от нас и от родителей очень много чего зависит. Такие... Извините, пожалуйста, позвольте мне добавить, простите, что я вас перебиваю, я просто забыла об этом сказать, что для тех, кто обучается на наших курсах, мы даем подробный перечень нормативных документов со статьями, с цитатами, которые будут являться подручным материалом для педагогов в школе в работе с родителями. Извините, что перебила, забыла об этом сказать. Спасибо большое. Спасибо, ничего страшного. Итак, уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, у нас в чате были вопросы по поводу методических руководств, документов и так далее, все вы получите после завершения всех вебинаров, серии вебинаров вместе с сертификатом. Участие будет фиксироваться, пожалуйста, активно, потому что это наше общее дело, дети, это очень важно, это наше будущее. Если у вас есть вопросы, наши спикеры готовы ответить. Обратная связь, вопросы, пожалуйста, свободный микрофон, коллеги. Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Альгулька Ирулаевна, я участвую от имени школы номер один города Ахтау, являюсь социальным педагогом. У меня вопрос такой, время, вот 3 часа дня, это прямо такое время, когда у нас идут уроки, помимо должности социального педагога, я еще преподаю уроки казахского языка, поэтому можно как-то со временем поставить так, чтобы нам было удобно согласовать время. Спасибо. Поэтому время у вас уже утверждено. У нас вообще утвержденный график проведения вебинаров и времени, поэтому коллеги, давайте постараемся, подстроим. Нам нужно самим подстроиться, получается, 3 часа дня по времени Астаны, да, получается? по времени Астаны, в среду и в пятницу. В среду и в пятницу, хорошо, спасибо большое. Добрый день, я психолог гимназии 27 города Алматы. Скажите, вот у нас 18 числа начинается курсовая подготовка по этому же вопросу, да? Нам есть необходимость посещать данные вебинары? Необходимость есть, потому что здесь будет дополнительная информация, поддержка, в любое время мы готовы оказывать поддержку, ну и вообще, так как это впервые запускается, мы должны быть все всегда на связи. Спасибо. Можно сказать тоже добрый день, уважаемые коллеги, Северо-Костранская область, Азерал Тайвна. Мне хочется сказать спасибо большое Неграче, очень хорошие методические рекомендации выслали, куратор с нами всегда на связи, но у меня такой вопрос, можно ли нам методистам тоже пройти курсы, мы у педагогов обучаются, наши замы, а вот нам бы как, нам тоже интересно, мы тоже хотим, мы тоже получаем информацию, может быть хотя бы какие-то онлайн уроки для нас, может быть у вас же педагоги обучаются, вы нам бы скинули, чтобы мы тоже где-то время будет, где-то просматривали, прослушивали, помогите в этом методистам. Спасибо большое, Жазерал Тайдна, за проявленный интерес и вообще желание участвовать, смотрите, в рамках этих вебинаров все темы, которые рассматриваются на курсах, мы будем освещать, поэтому, если вы будете принимать участие на этих вебинарах, вы получите ответ на ваш запрос. Степ, благодарю большое, спасибо. Здравствуйте, можно спросить? Да, можно. У нас будет в среду и в пятницу, да? Да, в среду и в пятницу в 15 часов. Я хотела у вас отпроситься, я сегодня вот уезжаю, завтра в Астане 14-15, семинар будет по воспитательной работе, я сама заучим работаю, и в пятницу я не смогу, там у нас будет, ну, закрытие семинара будет, я могу один день пропустить? Ну, вообще, такие вопросы можно будет в частном порядке, в чате, ну, разные ситуации бывают, да, коллеги, мы все люди, поэтому я думаю, что это решаемо. конечно, я вас понимаю, не все, конечно, вебинары, но вот иногда... А, в пятницу, потому что республиканский семинар, там министры будут присутствовать, и от района я, и методик съедем, поэтому отпрашиваю себя. Можно будет вопрос с вашим куратором урегулировать, предупредить, так далее. Это в чате, да, куратор будет у нас? Да, в чате куратор будет, можно будет туда обратить, куратором. спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, разрешите также добавить, что весь материал вебинаров будет располагаться на странице Оркен, так как мы ведем трансляцию этих вебинаров, и запись этих вебинаров, он останется, поэтому, если информация была интересной, вы можете пересмотреть, вы можете посмотреть это вместе с коллективом. Понятно, мы понимаем, что это рабочее время, три часа дня. Это время выбрали мы максимально, думая, мечтая, что школы учатся в основном в первую смену, но мы понимаем, что школа перезагружена, и такого в идеале не получается. Также занимать ваше время после работы мы не хотели, и поэтому мы организовали запись трансляции, и вы можете его пересмотреть. Спасибо. Спасибо большое. Если вопросов нету, то сегодня наше время вебинара завершено, информация вам передана. Огромное спасибо за то, что вы все подключились, активно задаете вопросы, проявляете интерес. Встретимся в пятницу в это же время. Спасибо большое. Всем хорошего завершения дня, и завершения недели. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо.